Поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилом новиградского преступного мира и исчез. В конце концов Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт в конце концов сумел освободить меня и правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Умный клиент сразу поймем. Так, ну в прошлой серии мы барахла кучу продали. Ну и 32 уровень, это у нас есть арбалет Школы Медведя. Так, очка куда-то я прокачал. Надо что-то с ячейками поделать. Может быть отварно идет все. И вообще мне интересно, так как трофеи на 60 интоксикации у нас есть, может быть и на увеличение веса есть какой-то трофей, интересно. В будущем можно будет использовать его. Ну, по идее, надо, конечно, какие-то еще красные навыки сюда втыкать. Ну, допустим, вместо этих. Хоть и отравление это круто. Даже не знаю. Ну вот, как здесь описывается на масло, нанесенное на клинке. Ну, то, которое к монстру подходит, которого бьем, с вероятностью 10% может отравить жертву при каждом ударе. То есть на каждый удар есть вероятность. Улучшенное на 10, отличное на 20. То есть при 5 навыках будет 25%. Если отличное масло, то 45%. Это вообще офигенный плюс. Но не так уж и важно на самом деле. Красные навыки более мощные. Это вообще как проходной талант здесь в качер. Поэтому его можно будет заменить на какой-то красный. Еще обман. Обман для диалогов. В основном я использую. Я не пользуюсь в бою. Ну, как в бою пользуюсь, но редко. Ну, и если учитывать, что можно вытащить вот этот навык отсюда, то можно еще целых 3 навыка красных сюда вкинуть. Где это будут навыки? Прокачка. Сюда нужно еще вкинуть 6 очков. Это сюда 1 и 5 в какой-то из этих. Сильные атаки. Может быть. Ну, рефлексы нет. Отражение мне не надо. Вот легкость ног, я даже не знаю. Тут какие-то градусы. Тоже туманно. Ну, это типа ближе к чудовищу. Делаешь ворот. И градус может быть, угол может быть поострее. То есть, считай почти на него идешь. Ну, допустим, безопасный по стандарту 90. То есть, в сторону. А ты можешь под углом к нему. Считай. На 50 градусов. Это, считай, под углом вперед можешь отходить. И он тебя не ударит. Ну, наверное, это так работает. Точно не знал. Ну, вихрь точно надо вкинуть. Можно парочку вот этих силовых. Ну, и хотелось бы, конечно, разрыв. И вот эти вот два они. Два финальных таланта. На быструю и на мощную атаку они мощные. Там, конечно, в дополнение Круфивина 4 ячейки появятся. И как раз. Так, вот если вот эти двери, вихрь. Это вместо вот этих трех. То еще два. И вот этот вот третий скилл. Еще появятся вот эти ячейки, да. В них можно будет закинуть. Ну, и, конечно, бессмертие. Вот этот талант я тоже хочу взять. Предотвращает смерть. На уровне сложности, на большом пригодится. Так что будем рассчитывать на это. Ну, а насчет желтых навыков. Они стали всеми существами. Ну, грубо говоря, почему? Потому что эликсиры, зелья, вот эти отвары, все дают очень большой регинг ХП. То есть при использовании энергии в бою, в эквиваленте повышается здоровье. Грубо говоря, еда не нужна. Вот сильная спина разве что. Таскать хабар. Но, я думаю, когда со скеллиги соберу, все, нужно будет убрать его. Навык этот. Ну, надеюсь. Потому что 40 килограмм, это считай, 4 дубины поднял, и все. Нет этих 40 килограмм. Несущественный навык. 3 таланта сюда вкачаны зря. Как вариант, можно будет потом перебить таланты. И есть возможность того, чтобы взять один талант. И больше всего мне нравится здесь школа кота. Вообще, когда первые 4 раза я проходил игру, я всегда брал технику школы кота. Брал доспех медведя, так как показатель защиты от чудовища самый большой. И зачаровывал его в легкий доспех у мастера лун. Можно, кстати, квестом его поделать. Там ему надо будет крон сколько-то отвалить. Что у нас здесь дает каждый элемент? Шанс критического удара и силу критического удара увеличивает. Множить на 4, это будет у нас 30% силы и 10% крита. Медведь нам дает. Дает адреналина больше. Ну и увеличивает здоровье. Ну, это для меня неинтересно. Может быть, даже, может быть и не стоит вот этот желтый навык школы кота. Каких-то вот особых. Почему я зачаровывал в легкий доспех? Потому что с ним больше энергии регенерируется. Хотя в оригинальной игре это вообще не заметно. Спокойно в наряде медведя можно уклоняться миллион раз. А здесь, как мы заметили уже, сколько я играю в хост-мод, в школе медведя, в латах тяжелых, очень быстрая энергия тратится и ее вообще нет. А в школе кота, когда ты в легком доспехе, миллион раз уклоняешься, все отлично, еще и знаки нужно использовать. Ну, зеленые навыки, они как обычно. Вообще нет какой-то цели, что-то максимизировать, там урон, какие-то прям заоблачные цифры делать. Больше всего интересны сами навыки. Вихрь, разрыв, интересная атака. Ну, хлипкое оружие, сопротивление снижает. Это классная штука. Сковывающие удары, это кровотечение вызывает. Будет 25% вероятности кровотечения. Быстрых атак. Это классно. Но это, так как хост-мод, да, у нас сюжетная линия почти, еще и не пройдет, даже наполовину. очень много чего проходить. У нас уже 32 уровень. Это говорит о том, что, скорее всего, к концу, может даже и 50 уровень будет, я так подозреваю. Так как, модификатор на квесты, на мобов я поставил 100%. То есть, это считает, что в два раза больше. То есть, грубо говоря, должны давать 100 опыта, дают 200. То есть, скорее всего, сотый уровень вполне возможно будет докачать. Хотя, я в этом не уверен. Но, примерно, знаю, что на мутации хватит около 48, что ли, очков умений. Ну, очки умений есть. Там, желудь какой-то, два очка умений дает. Места силы. Места силы еще в тусэнте будут. По квестам будут. Еще на скейлиге много мест силы. Но потом все, конечно, в уровень будет упираться. В принципе, уже можно было сейчас побегать к мастеру урон, я думаю, и выполнять его квест. ближе к сороковому, наверное, на сороковом уровне я сбегаю и выполню квест на мутации. Чтобы их прокачивать тоже со временем. Еще даже основная сюжетная линия, скорее всего, не будет пройдена. но для начала я хочу выполнить квест, в котором можно выиграть карту Геральд в Гвинт. Самая топовая карта, ну, как и Цири, конечно. Здравствуй, Геральд. Покажи. Да, что мне столько тяжелого-то? Будь здоров. Камьяк много тяжелых надо продать. Вон, по 800 грамм. Не здесь вон. Чего так много весить может? Сухоп есть, можно разобрать мутагены. Здравствуй. Здравствуй, Геральд. Сдет. Будь здоров. Здравствуй. Здравствуй. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И спали на одном костре, как скотину с ящером У меня нет такой грамоты Тогда дальше хода нет Следующий! Постой! Как грамоту-то получить? Сперва делаешь пожертвования в пользу церкви Потом за тебя должны поручиться трое Этого пропусти! Вот его документы! Что? А откуда... Не твое дело! Давай на пост! Привет от Сигиройвена! Не крутись тут! Не шляйся тут! Подозрительно ты выглядишь, приблуда! Ну и... да ничего она не колдовала даю слово слова эльфа стоят меньше чем людское галкет тоже ненавидят лопатик спите и 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 Они ждут. Сюда, пожалуйста. Прошу наверх. Как дела, сладкий мой? Ведьмак Геральт? Давай наверх. Шеф уже ждет. А, Геральт? Хорошо. Ты не мог выбрать более уединенное место, чтобы обсуждать покушение? Все только о нем и думают, а многие сами бы за него взялись. Бояться нечего. Кроме того, это место с традициями. Здесь Фалька замышляла свое восстание. И, кстати, покушение на короля Вриданка. Ты, значит, равняешься на Фальку? Если я правильно помню, это самый кровавый персонаж в истории Ридания. Ее восстание изменило ход истории. И это нас объединяет. А что до крови? Мы пустим кровь только Родовиду. И я рад, что ты решил к нам присоединиться. Признаюсь, я не был уверен, что ты появишься. Ты звал, я пришел. Все просто. А теперь давай к делу. Думаю, моего товарища представлять не нужно. Роше, ты здесь? Безработные шпионы должны держаться вместе. Когда-то ты защищал одного короля. Теперь готов убить другого? Гордиться тут нечем, но... Я взвесил все варианты и не вижу ничего лучшего. Родовид уже не раз доказал, что его заботят только собственные интересы. Он вторгся в Каэдвен, когда тот умолял о помощи. Когда я попросил его поддержать в Изиму, он выставил меня за дверь. Начинается решающий этап войны. Так что действовать надо быстро. У меня не осталось никаких иллюзий. Свободу Тимерии принесет только смерть Родовида. Как так? Мне казалось, Родовид союзник Тимерии. Только до тех пор, пока мои партизаны ему нужны. Выиграв войну, он не станет отходить к прежним границам. Он мечтает построить Северную Империю. Пока он жив, Тимерия свободной не будет. Ну, хватит о политике. Мы не за тем собрались. Родовид угрожает жизни Трис и Йеннифер. Вероятно, это для тебя более важно. Ладно. И что вы хотите от меня? Один наш товарищ поехал на встречу с информатором и до сих пор не вернулся. От того, что он узнал, зависят все наши планы. Надо его найти. А лучшего следопыта, чем ты, мы не знаем. Следопыт-то, значит? Ну-ну. Может, еще что-нибудь расскажете? Например, где вы вашего товарища последний раз видели? Он выдает себя за странствующего сапожника. Он должен был переправиться через Понтор и, скорее всего, прошел через Риданский пост. Там у нас свой человек, возможно, он что-то видел. Зовут его Грегор. Вы посвятили Риданского солдата в план убийства Риданского короля? О! Видишь? Даже не все Риданцы готовы терпеть Родовида. А когда простые солдаты замечают, что что-то не так, значит, пора действовать. Ладно, я поговорю с Грегором. Спасибо. Постарайся не привлекать внимание, если сможешь. И помни, от твоего успеха зависит будущее, исход войны, судьба Темерии и всего Севера. Я понял. Попробуй не опозориться. Увидимся. Мы рассчитываем на тебя. Тебя видели? Только мадам Сиренити и твой служка. А снаружи? Никто. Что, нервничаешь? Нет, я просто осторожен. И тебе осторожность не поезжает. Я знаю. Я подкрутился по улицам, чтобы сбросить хвост. Я не мечу, что его роман у вас не помог. И не тебе меня учить конспирации. Чьё за чьма? Вижу чьму! Все дороги? Я буду... Бывай. Снова ты здесь крутишься, древеский бродяга. Девушки отдыхают. Чьё ты тут будешь жить? Ивер. Вы к... Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Бывай. Как же было дело с фокусом? Я ищу Грегора. Ты его нашел. Ты кто? Геральт из Ривии, от Дикстри. Я ждал, что он кого-нибудь пришлет. Идем пройдемся. Геральт из Ривии, от Дикстри. Так это от людей все беды. Родовит здесь ни при чем. А кто, по-твоему, выдумывает законы, по которым за такие прегрешения на виселицу отправляют? Зачем ты служишь королю, которого не уважаешь? А что мне делать? Уродился я Риданца, а дезертировать не стану. И потом, в армию-то я пошел, пока Визимир сидел на троне. Вот добрый был король. Мудрый и справедливый. Родовит, другое дело. У него одна война в голове. А я не хочу, чтобы Ридание когда-нибудь вот так вот выглядело. Ладно, давай к делу. Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь. Надо думать из-за нашего знакомого сапожника. Проходил он здесь, только обратно не возвращался. А вчера патруль видел у дороги брошенную повозку. Я думал сходить, посмотреть, не его ли. Но не смог вырваться. Спасибо. Теперь хоть знаю, где искать. Постой-ка. Грамот у тебя охранная есть. Без нее никто тебя не пропустит. Да, все есть. Ну и ладно. Удачи. Спасибо, увидимся. Ты откуда пришел? Ты откуда пришел? Ты откуда пришел? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стащил DimaTorzok Интересно, где хозяин этого башмака? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Башмаки из земли не растут Не знаешь, кто их тут раскидал? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ог сказал ему башмачить Для Ога, Ога и Рога Зачем вам башмаки? Человеки носят Так Ог, Пок и Рог хотят Будем большие хозяевы Как человеки Бывай Еще троллей где-то рядом Субтитры сделал DimaTorzok Обязательно его сразу убьют Это сука не единственный выход Пока Ог ударит Всегда умрет Значит пускай сука не бьет Пусть нарет как следует Подходишь к человеку, делай шуткую гордую куриста. Упертывай отсюда, Аманда Драная, поскольку сиклей. Ну ладно, а теперь перейдем к практике. Ты, сука, сракая, пизда в жопу, ебаная. Повторяйте по очереди, мог? Да. Ты, ты. Ха, ладно, может, мол. Похоже, надо начинать с чего попалищи. Так, дай, и-ка я подумаю. Ха, значит, начнем с азов, сука. Повторяйте. Кукла? Не, сука. Сука! Я ерень, что за дебиль? Ха-ха-ха. Ок, не дебил. Ок, находчик. А ты, ботинчик. Вот бодрый шейк. Не болтай. ну конечно кто еще будет учить троллей ругаться сколько лет этот кто спокойно это мой старый знакомый я ужасно жилистый это правда ты только взгляни на него кожа до кости ну господа тролли мне пора вы тут потренируйте чему я вас научил следующий раз как тут буду устрою вам сухой экзамен тала не ходи тала сиди на жопе вот и швей как я вижу вы подружились но талер должен пойти со мной и куда не пойти боты шить он мне нужен нужен тут у тебя есть боты бога нет у рога и бога нет сделает боты тогда пойдет так спокойно талер вернется ему просто надо сходить со мной взять кожи для ваших башмаков слушайте геральта он херни не скажет вы ноги свои видели у вас лапище как корыто чтобы шить вам башмаки мне нужно очень много кожи мы с геральтом пойдем сейчас принесем сука кожи потом я вернусь и зажью вам ботинки для бога тоже и для рога две пары для каждого из вас козла йога упрямый но пусть идет только пусть вернется ты я знал что вы славные ребята скоро вернусь никогда не думал обзавестись детьми дети не тролли теме того ведьмаки бесплодны ох вижу ты ничуть не измениться чуть дрон сразу смердишь как гнилая капуста и здесь случайно оказался ли кто-то послал хорошо и дикста значит они обо мне не забыли и как мило спасибо за помощь геральт я понимаю дел у тебя много убивать всех этих чудищ я слышал вы трое тоже решили кое-кого убить значит они тебе все рассказали не все в детали не посвящали может ты меня просветишь в благодарность за спасение извини брат но если они молчат значит и мне придется помолчать понятно как ты здесь вообще оказался это же теперь земли нильф гаарда хочешь сказать нильфом сапожники не нужны но они своих наверное привезли хер они там привезли одни любители а лучше талера сапожника на всем севере не сыщешь но но ты во мне сомневаешься и шпион и теперь ты работаешь на дикстру и роше сомневаюсь что ты ездил чинить нильф гаардские сапоги ты неплохо соображаешь факт сапожное ремесло только прикрытие а станет обращать внимание на какого-то сапожника никто сидишь себе подметки приколачиваешь а люди рядом стоят разговаривают о всяком спасибо еще раз геральт отсюда я и сам доберусь обязательно расскажу дикстри и роше как ты огу поднасрал бьюсь об заклад они обосрутся от хохота что будешь теперь делать ну как что вернусь в новиград там вместе с дикстрой и роше будем выдумывать наш гениальный план никаких подробностей прости брат но хер я тебе что скажу сука если бы дело касалось только меня я тут же тебя все и выложил если кому и доверяю то только тебе я работаю не один так что и решение принимать не мне одному лучше я помолчу ясно я понял слушай в изиме ты вроде был старьевщиком как ты вдруг стал сапожником просто выбрал наименее подозрительное занятие старьевщик херовое прикрытие слишком много народу считает себя обманутыми а мне не нужно было привлекать к себе внимание думал заделаться корчмарем людей они много видят каждый что-нибудь да скажет проблема только в том что ты сидишь в этой своей корчме как шавка на цепи никуда ты со своего двора не тянешься а башмачник может заехать куда угодно в этом можешь не сомневаться я себе даже вон фургончик организовал красота а то я на нем сука неплохое состояние сколотил с начала войны ихтура она же вечно куда-то прется а знаешь что бывает когда сапоги стерты ноги тут же в кровь сбиваются каждый солдат маму родную продаст ради годных сапог бывай удачи тебе ох она мне пригодится родовид та еще бестия но мы что-нибудь придумаем точно тебе говорю скоро его смерти весь север будет говорить постарайтесь только чтобы не говорили про трех убийц которых отправили на дыбу не боись геральт мы не пропадем бывай как живешь как картофельная моль сижу тихо глаза не бросаюсь рубаю картоху давно мы не виделись что-то как-то нильфга арт раздолбала разведку темерией за одну ночь я едва ушел квасил с горя до тех пор пока печень не сказала хватит и что теперь работа над ошибками все сначала верчусь по округе слушаю спрашиваю вербую новых агентов ну будь я сука уже есть правду говорят что ты любишь играть в карты я вообще люблю играть в кости в карты шахматы игра меня расслабляет ты от нечего делать спрашиваешь или хочешь поиграть хочу поиграть только помни меня хорошие карты интересуют а не всякий мусор дааа то что у него скайпели это вообще жесть я думаю у него север даааа 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 о ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот пизда! Ты представляешь, сколько я собирал эту замудоханную колоду? Нет. Кстати, ты не знаешь еще каких-нибудь умелых игроков? Самое главное, с хорошими картами. В последнее время все только и говорят о каком-то Ламберде. Говорят, колода у него охеренная. Ты с ним, может, знаком? Он вроде ведьмак. Вот наши карточки. Вот наши карточки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, но кого я не смотрел, тут ям на талии заказывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА